Качественные и современные условия проживания гражданам льготной категории. В Пытьяхе в этом году квартиры получат 16 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Ордер на жилье уже получил один из них. Наши коллеги поздравили юношу с новосельем и задали несколько вопросов. 18-летний Валентин Лишенко вступает во взрослую жизнь обладателем новой однокомнатной квартиры. Жилплощадь передается ему на условиях договора найма специализированного жилищного фонда сроком на 5 лет. По истечении этого времени законодательство позволяет изменить его на договор социального найма. После этого юноша сможет оформить квартиру в собственность. Хорошее впечатление. Был сюрприз, обрадовался, ехал с удовольствием. Посмотрел, все прекрасно, стильно. В светлой и уютной квартире, помимо счетчиков на все виды ресурсов, есть удобный диван, шкаф, комод, карнисы, шторы. Основная мебель предоставлена застройщикам. На кухне электроплита, стол и стулья. Совмещенный санузел оборудован необходимой сантехникой. Квартира вообще шикарная, теплая. Я прям светлая, мне понравилось очень. Я в восторге, если честно. Спасибо администрации, спасибо Комаровой, которая этот проект делала. Ну и вообще, город о нас позаботился. В обязанности нанимателя жилья входит своевременная оплата за коммунальные услуги и соблюдение правил проживания в многоквартирном жилом доме. Представители управляющей компании, РЭС-центр, опеки и Управление по жилищным вопросам подробно проинструктировали юношу о его дальнейших действиях. В этом году это первый получатель, относится к категории лиц из числа детей, сирот. В прошлом году таким лицам из данной категории мы предоставили 16 жилых помещений. Также в прошлом году мы купили 15 жилых помещений за лимиты 2023 года. И в прошлом году 14 помещений было куплено уже для предоставления в этом году. Квартиры приобретаются департаментом имущества Хантамансийского автономного округа, затем передаются в муниципальную собственность. В этом году новое жилье обретут еще 13 детей-сирот из Пытьяха.